Звуки выстрелов раздаются в Щелковском лесу. Но не пугайтесь, ничего страшного не происходит. Ребята играют в военно-патриотическую игру «Тропа разведчика». Это региональное открытое первенство по военно-прикладным дисциплинам. За организацию проведения соревнований отвечал штаб местного отделения ЮНАРМИИ при поддержке муниципальных ведомств и общественных организаций округа. Ребята, которые принимали участие в соревнованиях, а таких было не менее 600, состязались в разных тактических испытаниях. Например, в снаряжении магазина АК-74 30 патронами. В неполной сборке-разборке этого автомата в условиях, максимально приближенных к реальным. Лежа на земле, не выпуская оружия из рук. За этим следили судьи, которые ждали участников на каждом этапе и выставляли свои оценки. Не бросаем автомат, не бросаем. Он должен находиться у себя. На руки не лыжи. Приближенных к боевым, понимаете? В луже, в неудобных условиях. В бою только лёжа это делать. Ни столов, ничего. Как дети справляются? Да, дети справляются. Даже одна команда уже прошла очень хорошо, меньше минуты уложилась. Пожелаем удачи тогда. Да, пожелаем удачи. Вот ещё одна команда идёт на рубеж. Участники также стреляли из страйкбольного оружия по мишеням, вязали узлы, оказывали первую доврачебную помощь, расшифровывали азбуку Морзе, пережигали натянутую верёвку пламенем костра, устанавливали палаточный лагерь. Но самой главной задачей было, конечно, не дать обнаружить своё местоположение противнику, но при этом находить его позиции. Наша задача – сделать засаду и сидеть, и ждать противника. Противник, то есть команда, которая против нас, должны либо обнаружить нас, либо аккуратно пройти мимо нас. Если они не смогут это сделать, мы открываем по ним огонь из охлощённого оружия. Ребята ориентировались на местности с помощью карты. Все расстояния преодолевали в основном бегом. Мы команда «Пламя» – наш девиз. Гореть, зажигать других огнём, задором молодых. Мы – поколение нового века, в наших руках судьба человека. По итогам игры первое место разделили между собой команды «Каскад-1» центра «Навигатор» и «Миротворцы-1» гимназии номер 18 из Люберец. Некоторые команды были награждены за волю к победе. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.